Музыка Ограниченная проходимость обычных автомобилей значительно снижает возможность их использования вне дорог. А зимой и в условиях весенней распутицы делает их совершенно беспомощными даже на дорогах. Уверенные движения в условиях бездорожья и по пересеченной местности вот требования, которым должны удовлетворять армейские автомобили. Таким требованием отвечают гусеничные машины, но они имеют малый срок службы. Перед московским автозаводом имени Лихачева была поставлена задача создать автомобиль, способный конкурировать по проходимости с гусеничными машинами. Решение этой принципиально новой задачи было начато с постройки экспериментальных макетных автомобилей. Применение многоосной схемы шасти, гидромеханической передачи и шин сверхнизкого давления на первых же сравнительных испытаниях с гусеничными машинами показало правильность выбранного направления в решении этой проблемы. На первом макетном автомобиле шины были настолько мягкие, что рессоры практически не работали. Второй макетный автомобиль не имел рессор, и ось его были жестко закреплены к корпусу. Он был оснащен самоблокирующимися дифференциалами и шинами сверхнизкого давления. Шины сверхнизкого давления характерны тем, что при увеличении нагрузки за счет деформации у них увеличивается площадь контакта с грунтом. При этом удельное давление на грунт возрастает незначительно и пробуксовки колес не наступает. Герметизация корпуса и установка водометного движителя позволили макету уверенно продвигаться по сильно обводненному болоту. В ходе исследовательских работ для выяснения предельных возможностей колеса был построен облегченный макетный автомобиль. Испытания этого макета показали, что если достичь определенного соотношения между габаритами машины, ее весом и величиной колес, то движение возможно и в таких тяжелых условиях. В результате накопленного опыта был построен опытный четырехосный автомобиль высокой проходимости ЗИЛ-134. Автомобиль был оснащен 12-цилиндровым двигателем мощностью в 240 лошадиных сил и имел гидромеханическую трансмиссию. Давление воздуха в шинах большого профиля регулировалось из кабины. Новый автомобиль резко отличался от других машин. На выбитых дорогах он мог двигаться со скоростью 60 км в час. Обычные автомобили на этих участках вынуждены были значительно снижать скорость. Ров шириной 2 метра. Многоосная схема шасси позволяет пройти это препятствие без затруднений. Метровая вертикальная стенка является серьезной преградой для гусеничных машин. Но опытный автомобиль преодолевает ее. Хорошее сцепление колес с грунтом при пониженном давлении воздуха в шинах и наличие гидромеханической передачи позволили взять недоступный до сих пор колесным машинам подъем крутизной 40 градусов. ЗИЛ-134 проектировался как артиллерийский тягач, поэтому значительная часть испытаний проводилась с прицепами. Тяга, развиваемая на этом грунте, составляет 11 тонн. Без прицепа 9 тонн. Брод двухметровой глубины недоступен обычным автомобилям и гусеничным машинам. Герметизированный корпус позволяет ЗИЛ-134 форсировать эту преграду. Участок заросшего болота с иллистым дном. Глубина 600 миллиметров. Давление воздуха в шинах снижено до полуатмосферы. Густая и вязкая масса торфяного болота. Сирийный автомобиль высокой проходимости ЗИЛ-157 безнадежно застрял на первых же метрах. ЗИЛ-134 уверенно продвигался по этому месиву, заграняя подвижность на всем участке. Средние скорости ЗИЛ-134 на замерзших выбитых грунтовых дорогах почти вдвое превышали скорости обычных автомобилей. Во время испытания на проходимость вне дорог в зимних условиях выбирались наиболее трудные участки. Лесной завал. Многоостная схема шасси, хорошее сцепление колес со снегом, а также способность двигаться с очень малыми скоростями за счет проскальзывания в гидропередаче позволили автомобилю проходить по труднейшим участкам. При движении по мелколесью, кроме снега глубиной до 700 миллиметров, машина встречала дополнительное сопротивление кустарника и деревьев. Шины при пониженном давлении воздуха в них обладают особыми качествами и являются основой повышения проходимости колесных автомобилей. Испытания выявили повышенную живучесть четырехосных автомобилей. Они могут продолжать движение даже без управляемого колеса. Весенняя распутница. Грунт до предела насыщен влагой. Обычный автотранспорт на таких грунтах работать не может. ЗИЛ-134 ЗИЛ-134 в этих условиях имел высокую скорость и хорошую проходимость. Обладая хорошей подвижностью, высокой плавностью хода, способностью преодолевать различные препятствия и продвигаться вне дорог по труднейшим участкам местности, автомобиль ЗИЛ-134 показал себя опасным соперником гусеничных машин. Накопленный опыт и тщательный анализ всесторонних испытаний ЗИЛ-134 позволили в короткий срок спроектировать и построить новый экспериментальный образец ЗИЛ-135Б. На этой машине было осуществлено жесткое крепление колес к корпусу без рессор, установлены два двигателя, приводившие в движение колеса правого и левого борта раздельно и применена новая схема рулевого управления. ЗИЛ-135Б, обладая всеми качествами высокой проходимости, был выполнен как автомобиль амфибия. Кабина, двигатели и другие агрегаты были смонтированы в герметическом обтекаемом корпусе. Поступательное движение машине на плаву сообщала спаренная водометная установка. Однако, эта машина, несмотря на оригинальность конструкции и хорошие ходовые качества, послужила лишь промежуточным этапом создания машины носителя ракетного вооружения. Модель ЗИЛ-135Л предназначенная для пусковой ракетной установки. Автомобиль имеет удлиненную цельносварную раму. Позади четырехместной кабины, выполненной из стеклопластика, размещен моторный отсек. Две пары средних колес для снижения общего веса и повышения устойчивости машины не имеют рессор. Передние и задние колеса для повышения плавности хода имеют независимую торсионную подвеску. На первом этапе ходовые испытания машины проводились с обычной грузовой платформой, загруженной десятитонным балластом. два двигателя мощностью по 180 лошадиных сил каждый и автоматические гидромеханические коробки передач приводят в движение колеса правого и левого борта раздельно без механической связи. Эта новая бездифференциальная схема, как показали ходовые испытания, вполне себя оправдала. на шасси установлено вооружение. Для удобства его размещения автомобиль имеет длину 9 метров. Казалось бы, большая длина автомобиля должна была ограничить его маневренность. Однако это не так. Оригинальная схема управления с приводом на переднюю и заднюю пару колес позволяет 20-тонной машине свободно разворачиваться на самых трудных участках трассы. Трасса настолько трудна, что даже гусеничному тягачу потребовалась помощь. Сыпучие пески. Жара 38 градусов. Пески для машин такого типа не являются серьезным препятствием. через барханы и лощины непроходимые для обычных машин автомобиль ЗИЛ-135Л двигается со скоростью 20 км в час. Температура всех агрегатов в пределах нормы. стартовая автоматическая ракетная установка на шасси ЗИЛ-135К. Для размещения 12-метрового контейнера компоновка автомобиля коренным образом изменена. Эта установка, как и предыдущая, отличается высокой проходимостью. на машинах типа ЗИЛ-135 в практике отечественного автомобилестроения впервые удалось достигнуть грузоподъемности равной собственному весу для всех видов дорог. то есть сделать шаг к коренному улучшению экономической эффективности автомобиля. стартовая установка 2П-30 на шасси ЗИЛ-135К принята на вооружение и освоено производство. Другая модификация того же автомобиля специально разработана под береговую подвижную стартовую ракетную установку. В кабине выполненной из стеклопластика размещен пульт управления механизмами и энергоузлами установки. Испытывается пуском ракеты модернизированный образец установки, имеющий независимую подвеску колес и кабину новой конструкции. Контейнер переводится в боевое положение. Сейчас на машину обрушится многотонный шквал огня. Сделаны первые шаги по оснащению советской армии многоосными автомобилями высокой проходимости и переводу ракетных установок с гусеничных на специальные быстроходные автомобильные шасси. Дальнейшее расширение этой работы будет способствовать коренному улучшению подвижности сухопутных войск советской армии. «Разбороди» 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 Продолжение следует...